Привет всем! У меня сегодня есть буквально 20 минут, чтобы рассказать вам супер-клевую историю, как я встретила Макса Коржа случайно вообще, причем даже не в Минске, поэтому поехали! В общем, случилось все это примерно в начале ноября. Я тогда училась еще в Швеции, и я возвращалась в Вильнюс. Точнее, я возвращалась, я летела в Вильнюс, чтобы встретить с семьей, и я помню, что мы там были неделю, и потом на какой-то день я просто листаю инстаграм-ленту и вижу, что у Макса концерт в Вильнюсе, и он такой, типа, о, привет, Вильнюс, и его фоточка там в центре Вильнюса, и я такая, вау, круто, типа, он в этом же городе, что я, класс! Но я ничего вообще не подумала о том, что может случиться, абсолютно, я забыла этот факт просто, и занималась своими делами весь оставшийся день. И очень странно, потому что я никогда в жизни не встречала его в Минске, никогда, хотя, в принципе, город-то не особо и большой, и это странно. Но прикол в том, что с утра я поехала в аэропорт, возвращалась в Фрецию, и я встала в часа, наверное, три или два ночи где-то так, потому что у меня был самолет в пять утра в Стокгольм, и я такая, типа, shit, приезжаю в аэропорт, тяжусь в самолет, и просто я такая уже засына, и вдруг я слышу, какой-то чувак такой, типа, пацаны, пацаны, тут есть место! Почему-то вдруг я вспомнила эту фотографию с Инстаграма Макса, и я такая, no fucking way! И я такая думаю, нет, типа, это фигня, не может быть, у него только вчера был концерт, типа, вообще это не он. И тут этот чувак просто идет вперед, он сидел на, может быть, три или четыре ряда вперед, чем я, он идет туда, и я понимаю, что это Макс Корж. И там была еще Таня, его жена, они сидели вместе, и я просто такая, oh my god! И самое интересное, что у меня сразу внутри такое чувство было, типа, что-то нужно сделать, типа, это такой шанс, один на миллион, его нельзя пропускать. Если бы я смогла передать ему свое резюме, подумала я, но у меня не было ни ручки, ни листика, абсолютно ничего, я сидела еще около самого окна в самолете, и чтобы мне хоть что-то достать, мне нужно было вставать через всех людей, переходить, доставать свой рюкзак, чтобы было крайне неудобно. И я просто вкратце попросила у СРДС ручку и накатала Максу свое резюме на посадочном талоне самолета, чтобы понимали, это не такой вот билет, а вот такой, потому что огромный у тебя забирает и дает тебе маленький посадочный. И вот на таком я просто накатала про себя все, про все свои опыты и знания и всякие описания меня, и это была первая часть работы, и потом я поняла, что мне нужно ему отдать этот листок как-то. И когда самолета остановился, то я такая думаю, ой, я успею, типа, я вообще успею догнать его, успею отдать. И, короче, прикол в том, что он просто выскочил, чуть ли не сам первый, просто летел. И меня спасло то, что Таня, которая его жена, она немножко так задержалась, и он ее подождал, и благодаря этому я успела. И я снимала его около утра по самолетам, и я такая просто, у меня сердце так билось, просто как никогда в моей жизни. И я такая такая, типа, привет, Макс, я Настя. И это было так странно, потому что я никогда такого в жизни не делала. И я такая, типа, вот мое резюме, и я даю такой маленький талончик. Я знала, что если это не сделают, то вся моя жизнь пойдет под откос. Потому что просто если есть шанс, нужно его всегда брать, вообще просто, абсолютно точно. И я дала ему этот билетик, и я такая думаю, ну, все, наверное, типа, и тут мы распрощаемся. Но мы не распрощались. Мы, оказывается, все шли не сразу в терминал, как бы, аэропортом, а в автобусе, который доводит от самого самолета до терминала. И прикол в том, что в итоге мы, наверное, минут 15 разговаривали с ним в собеседовании на работу. И пояснилось, что у нас есть общий знакомый. И вообще, это было очень круто. И он летел в Таллинн на концерт. И это было самое крутое и креативное собеседование в моей жизни. Это просто суперклассная вещь, которая произошла со мной. Потому что, во-первых, он меня садится с зарядком. Во-вторых, Макс просто офигенный вообще чувак. И он такой приземленный. И не то, чтобы он скромный, но он такой не звездный. По крайней мере, мне так показалось. И это так круто, потому что иногда, когда встречаешь каких-то знаменитостей, они такие, это все из себя. А он такой очень простой, луниенецкий парень. Просто это самое лучшее интервью было в моей жизни. Если у вас какая-то возможность, никогда ее не теряйте. Всегда хватайтесь за нее обоими руками. Или обеими руками. В общем, двумя руками хватайтесь. И никогда, никогда не ждите чего-то. Потому что вот этот случай, он реально просто упал мне на голову. С неба просто упал. Но прикол в том, что его нужно еще взять и использовать. Поэтому всегда используйте какие-то возможности, которые вам предоставляют жизнь. Всегда. Потому что это так или иначе приведет к хорошему результату. Надеюсь, эта история вас вдохновила. И желаем хорошего утра, если у вас утро. День, если у вас день. Вечер, ночь. Странно, что смотрите мои видео ночью. Увидимся очень скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok